Здорово! Ну что ж, друзья мои, возьмите, пожалуйста, эти листочки, которые вы себе написали с ответами «кто я, когда?» или «какой я, когда?» И так, с чувством, с толком, с расстановкой очень хорошо, если есть возможность, если есть возможность вслух, так, прям, знаете, с чувством, с толком, с расстановкой себе это дело высказать, что я «ы», а ещё я «ы». На четвёртом листочке надо было написать «а кто я тогда, если я не могу до сих пор сделать то-то, то-то и тот?» На каждый ответ было задание написать «и кто я тогда?» Какой может быть я? Я могу быть лох, я могу быть лентяй, я могу быть неудачник, я могу быть какой-то... Там сами себе определение даёте, я могу быть какой-то левый, я могу быть какой-то... какой? Какой я могу быть? Кто я, если я до сих пор не начала решать свои проблемы, которые меня душат финансовые? Ну, например, полная дура, или тупица, или ещё как-то. Вот что из души идёт? Плохая девочка. У всех листочки есть? Все готовы работать? А то выясняется, что, оказывается, не поняли инструкции, не доделали, не написали. У меня детские определения, недовзрослая часть, я уже старуха, и чё? Уставшая женщина. Три разных у нас с вами предполагается, что у нас три листочка и три разных определения. Ну, даже если будет одно, значит, вы работаете с одним. Хорошо, друзья мои. Итак, листочки держим перед собой, читаем и говорим вслух. Кто ж я такая? Кто ж я такой? И закрываем глаза. И закрываем глаза. И когда вы закрыли глаза, вспомните, что написано на одном из ваших листочков. Желательно, чтобы это было самое сильное, самое, может быть, обидное для вас, может быть, самое тяжёлое для вас самоопределение. Что вот это-то я переживу, а вот это очень тяжело. И постарайтесь ощутить себя, как это, то, что вы написали. Вот ощутить себя этим человеком, который вот это, что вы написали. После чего почувствуйте, что оно не занимает вас целиком. Это не вы целиком. Это лишь какая-то ваша часть. И тогда начните чувствовать, а где в вашем теле это отзывается. Почему я говорила, скажите вслух, для того, чтобы почувствовать, а где в вас живёт эта уставшая женщина или старуха или маленькая девочка? Где в вас живёт эта? Молодцы, вы очень хорошо включились. Я покрылась мурашками. От вас пошло поле квантовое, в котором мы все работаем сейчас. И вот теперь, когда вы почувствовали, где в вас оно живёт, просто скажите, я позволяю тебе выйти из моего тела. И просто почувствуйте, как от вас что-то отделилось и расположилось, вышло и встало на пол перед вами или где-то чуть сбоку от вас, на расстоянии метра, полтора от вас. Где-то вышло и встало рядом с вами. Поскольку это человек, самоопределение это человек, то там начинает формироваться человеческий образ того, как вы называли себя. Ведь вы не вся целиком, вы не весь целиком то, что вы сказали, хотя бы потому, что у вас несколько этих определений. Значит, вы не целиком то. И вот теперь увидьте, позвольте воплотиться этому образу, которым вы себя называли. Пусть оно воплотится. Неудивительно, если оно совсем не будет похоже на вас. Может быть, оно даже и на человека не совсем будет похоже. Ведь это какая-то часть, какой-то ошлёпок. И вы, совершенно спокойно, уверенные в реальности всего происходящего, говорите этому образу. Спасибо. Какое-то время ты был мной. Какое-то время ты был мне нужен. Какое-то время ты занимал часть меня или занимала часть меня. Спасибо. Я этим больше не являюсь. Обратите внимание, как ведёт себя образ, когда вы это говорите. Я этим больше не являюсь. И вот сейчас обратите внимание, что где-то справа сзади от вас или слева сзади от вас есть такое место. Ваше бессознательное сейчас сразу его покажет. Где, куда уходит всё то, что вам не нужно из вашей жизни. Там, где ваши детские образы. Ведь вы сейчас не двухлетний ребёнок, который ещё не умеет пользоваться горшком, правда? Но где-то этот образ живёт. Он где-то там, сзади живёт. И вы сейчас не первоклассник с большим букетом, который тоже где-то там, сзади живёт образ того, чем вы когда-то были, но чем больше не являетесь. И вот сейчас вы попросите, а может быть, в такой достаточно твёрдой форме, скажете, иди туда, уходи туда, образ, туда, где живёт всё то, чем я больше не являюсь. И обратите внимание, как ваш образ уйдёт туда. И скажите ему спасибо. Спасибо, что ты был. Ты был нужен какое-то время. После чего вспомните, что было написано на втором листочке. И сделайте всё то же самое. Название, ощущение, погружение в это, отделение от себя. Спасибо, что был. Спасибо, что в чём-то помогал. Раз был создан, значит, был нужен. Но больше не нужен. Я больше этим не являюсь. Пожалуйста, уйди туда, где собрано то, чем я больше не являюсь. Если образ сопротивляется, спросите, чего он хочет, и дайте ему то, чего он хочет. Проводите его с почестями на покой, на пенсию, на пенсию, туда, вдаль, светлую, за себя куда-то, справа или слева, за себя. Там, где живут все ваши, давно отжившие образы, маски и роли. И точно так же с третьим листочком. Вспомните, что там было написано. Скажите это вслух. Почувствуйте. Знаете, чем больше мы работаем, тем труднее вам будет чувствовать себя каким-то не таким. Потому что вы послойно очищаетесь. И где-то там прихватываете много-много чего еще, того, что вам больше не нужно. И ощутив в себе присутствие этого образа, чувствуете, как он от вас отделяется, выходит куда-то вперед. И вы опять ему говорите. Спасибо тебе. Ты выполнил свою задачу. Ты был. Ты был мне нужен когда-то. Любой образ, любая часть, любая роль формировалась с позитивным к вам намерением. Она формировалась решать какую-то вашу задачу. Но сейчас этот способ неэффективен. Поэтому спасибо. До свидания. Я этим больше не являюсь. И провожаете куда-то за себя. Туда. После чего почувствуйте, как вам сейчас, когда вы убрали эти ненужные вам старые образы. На физическом плане переверните листочки вниз текстом, символизируя уход от вас и этих частей вашей личности. Сразу предупреждаю, если у кого-то какая-то часть не ушла, это значит, что нужна просто более глубокая работа, такая, которая будет на тренинге. Значит, эта часть еще не до конца выполнила для вас свою функцию, и она еще не готова с вами расстаться. Тогда поблагодарите ее и позвольте ей побыть еще какое-то время вами, до тех пор, пока вы не решите эту задачу. После чего, да, откройте глаза, поблагодарите всех, кто участвовал в этой работе, потянитесь, позевайте, подышите. Продолжение следует...